За закрытой дверью в Ворошиловском районном суде Донецка состоялось заседание по делу Андрея Калугина. Напомню, в марте этого года клиент фирмы по выдаче суд ворвался в здание организации. Угрожая ножом сотрудницы, мужчина требовал вернуть его деньги. Женщина получила порезы лица, шеи и рук. Слушание проходило в закрытом режиме. В зал не пустили даже родственников подсудимого. Об этом просила пострадавшая, которая сама сегодня на заседание не пришла. Судьи начали рассмотрение письменных материалов дела. К ним адвокат подсудимого добавила справки об инвалидности матери и отчима Андрея Калугина. Следующее заседание назначено на завтра. Приговор вынесут в течение недели. Мы будем просить, чтобы срок был назначен меньше минимума предусмотренного статьей. А минимум по этой статье 7 лет. Мы будем просить, чтобы меньше минимума, хотя бы 5 лет это было. Он просил прощения у подсудимой. И сказал, что он не просто у него просит прощения, а что он всей своей последующей жизнью будет пытаться доказать и вести себя так, чтобы она его все-таки простила. Я видела только за 8 месяцев его два раза. Больше я его не видела. Сейчас я его очень плохо увидела. Свидание мне судья не дает, как сказала, только после приговора. Особенно тяжело, конечно, его жене с ребенком. Мы с мужем инвалиды. Конечно, мы будем всеми силами помогать, чем только сможем. Конечно, тяжело.